Украинцы, украинки. Украинцы, украинки. Все наши защитники и защитницы. Сегодня наше государство и весь цивилизованный мир достигли важной договоренности. Есть соглашение, позволяющее разблокировать украинские порты и возобновить украинский аграрный экспорт. С первого дня полномасштабного вторжения Россия делала все, чтобы не просто закрыть для Украины доступ к морю, а уничтожить сам потенциал нашего экспорта. Портовую инфраструктуру, железную дорогу, склады и элеватор. Мы этого не допустили. И сейчас не только можем возобновить работу наших портов на Черноморье, но и сохраняем для них необходимую защиту. Это отработано с нашими военными и с нашей разведкой. Военные заверили меня в стопроцентном контроле подходов к нашим портам. Долгое время все подробности, подписанные сегодня в Стамбуле инициативы, обсуждались с нашими ключевыми международными партнерами и организацией объединенных наций. Многие лидеры были вовлечены в то, чтобы удалось восстановить наш морской экспорт. И я благодарен генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу и президенту Турции Эрдогану за их усилия. Текст подписанного сегодня документа опубликован, и каждый может ознакомиться с его пунктами. Они полностью отвечают интересам Украины. Первый. Около 20 миллионов тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. Урожай этого года, а он уже собирается, также можно будет реализовать. Это доходы фермеров всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. Это средства для пассивной в следующем году. У нас уже сейчас зерна примерно на 10 миллиардов долларов. Второе. Наконец, есть шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия. Есть шанс не допустить глобальной катастрофы, голода, который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира. В частности, в странах, которые нам помогают. И третье. Это еще одна демонстрация того, что Украина способна выстоять в этой войне. Важно, что в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством. И для всех понятно, что со стороны России могут быть какие-то попытки дискредитировать украинские и международные усилия. Но мы доверяем ООН. Теперь это их ответственность и наших международных партнеров гарантировать соблюдение договоренностей. И я хочу поблагодарить всех наших воинов, которые очистили от врага змеиный, защищают Одессу и Николаев, постепенно продвигаются в Херсонской области, освобождая нашу территорию. Спасибо каждому и каждой, кто ежедневно доказывает, Россия не выигрывает в этой войне. Мы готовимся к старту уже завтра второго киевского саммита первых леди и джентльменов. Эта инициатива первой леди Украины была основана в прошлом году и доказала, что может направить мягкую силу жен и мужчин, лидеров государств, для решения различных проблем национального и глобального масштаба. В этом году саммит будет посвящен теме послевоенного обновления Украины. И это не просто о восстановлении, это о возвращении людей, то есть о переселенцах, которые не должны стать беженцами, обо всей необходимой помощи и реабилитации для пострадавших от войны и о возрождении социальной жизни в общинах и городах, разбитых оккупантами. В частности, в рамках саммита и на основе нашей государственной благотворительной платформы Юнайте-24 уже начался сбор средств на специальные реанимационные автомобили для Украины. Не стану сейчас раскрывать всего, что подготовлена первая леди Украины и ее командой, но чувствую, что с дипломатической точки зрения это будет мощное событие. Говорил сегодня с большим другом Украины Борисом Джонсоном прежде всего о безопасности и оборонном сотрудничестве. Ожидаем нового пакета военной поддержки. Отношения между Украиной и Великобританией построены на общих ценностях. И что бы ни происходило в политике, связи между нашими странами и обществами будут только усиливаться. Вечером подписал очередной указ о награждении наших воинов. 180 участников боевых действий отмечены государственными наградами. Из них 100 – посмертно. Вечная память всем, кто отдал жизнь за независимость Украины. Вечная слава всем воюющим за наше государство. Слава Украине!